Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И тем более, что такие болячки, которые у каждой девочки, если не одно, так второе, не второе, так третье, а уж беременность, святое дело, почти все прошли, да? Вот, и самое главное, что святое дело предстоит еще с нашими внуками. И когда ты сам ходил и рожал, это одно, а когда должна дочка рожать, это ты там в трое не родишь, сам бы за нее лег, да нельзя, да? Вот, поэтому о чем мы сегодня будем говорить? Так, вы что думали, мы все гинекологии за два часа? Так, о беременности говорим. Субтитры сделал DimaTorzok Которые не собираются детей заводить, я на авантазии смотрю, у меня тут 54 года, аборты делают. Мужчина хочет сказать. Беременность обязательно затронуть. Так, начнем с беременности. Мы сначала начнем с того, как забеременеть, а потом с беременность. Мы сначала с беременностью, а потом что делать? Или что делать, если не беременеть? С чего начнем-то? С самого начала. Так, сначала как забеременеть. Потом, когда забеременен, как себя вести, да? Особенно мужчины, они тоже в этом деле не могут здороваться. Хотя, как сделать, чтобы мужчины сделали нас беременными, мы поговорим в понедельник. Я думаю, мужчин тогда будет больше. А как девушка в девушку переходит? Так, ой. А потом, как девочка переходит обратно в девочку, девушка в девочку, я об этом тоже. Нет, давайте определимся. Мы просто за два часа не успеем. Да, я вам хотела говорить про фибромеолога, потому что на самом деле это сложно. А это давайте беременность бесплодия, там как девочка в девушку, и как девушка в девочку. Это мы так чуть-чуть коснемся, если хватит времени. Все, говорим. Итак, бесплодие. Все-таки давайте начнем за бесплодие, потому что на самом деле тема очень актуальная, хотя вроде бы и не так часто встречается. В последнее время стало встречаться очень часто. Причем самое страшное, что она будет еще чаще встречаться, потому что вот те противозачаточные, которые сейчас принимают наши девочки, мы не задумываясь, как они действуют. Они подавляют функцию яичников и вызывают их атрофию. Представили? Принцип действия противозачаточных – это подавление функции яичников и идет, соответственно, при длительном приеме гипотрофия, а затем атрофия яичников. И вот представьте, если это девочки начинают рано, но надо сказать, у нас еще все ничего. Вот когда я была в Германии, да, звонит мне, значит, женщина у нее, у дочки, мы там договорились, консультации будут по звонкам, потому что города очень далеко, они мне оплачили консультации, мы по телефону как бы все отговаривали. И вот она звонит, у дочки щитовидка не в порядке, и она начинает, я говорю, а что она там принимает? Сейчас найду. Ага, так, нет, это ее противозачаточные, это ребенку 19 лет. Это ее противозачаточные, это вот это, да. И когда я выяснила, какое там положение вещей, там девочки 15 лет спокойно уходят своему другу на квартиру, они живут половой жизнью, они заводят детей 29-30 лет только, потому что им нужно сначала для себя пожить, там даже не стоит вопрос, что встать на ноги или что-то, пожить для себя. Нормально, да? Мы с вами для кого жили, вообще непонятно. Потому что любую возьми, 21-22, все уже мамы стали, да. А для кого мы жили тогда? Вот. Все живут для себя. И когда они принимают эти противозачаточные, с 15 до 29 лет, у них огромная проблема идет с бесплотием. Мало того, сейчас у них еще острова у меня сделали. Я, например, из тех контрацептивов лучше всего воспринимаю, хоть это и считается инородное тело, спиралью. На самом деле это самый безобидный способ, если это все нормально. Если женщина приемляет инородное тело, вот это меньше всего вредит организму. Потому что есть еще свечки влагалищные, да, они очень здорово нарушают, они вызывают потом кальпиты различные, они могут вызывать дисплозившие кематки, это тоже не сахар, понимаете? Спираль хорошая, спираль, особенно если она из хорошего металла, сделана вот серебряные сейчас есть, да, или еще какие-то, она на самом деле не так вредна, как они и говорят. Но сейчас очень хорошо во всем мире придумали, сейчас делают не просто спираль, а гормональную спираль. Опять гормоны. Мы с вами будем говорить об этом на эндокринологии, да, любые гормоны снаружи, любые, изменяют полностью гормональный фон в организме. Многие из вас это попробовали, да, когда мы пили марвелоны, ригеведоны, помните, да, многие от этого полнели. И вот тот эффект противозачаточных, о котором обычно говорят, что это на сердце они действуют, да, на толстый кишечник они действуют. Это все цветочки по сравнению с тем, что это делать с общим гормональным фоном. Причем это очень незаметно идет в начале, а догоняет это именно вот после 30 лет. Когда уже вот начинаешь по-другому на все это смотреть, да, но там уже ничего нельзя сделать, потому что я уже много лет это принимал. Ну, и раз мы заговорили о контрацептивах, да, после 40 лет женщинам гормоны противозачаточные пить нельзя, потому что они провоцируют опухоли, яичника и молочной железы. До 40 лет год-два положено и можно, год-два не больше. Тогда это, в общем-то, по наработкам гинекологов считается, как профилактика опухоли молочной железы. До 40 лет. После 40 лет уже нельзя. Вот этот маленький нюанс нужно знать для себя, для всех, в общем, для дочек, да. У многих дочек может тоже, может быть, где-нибудь ближе к 40. Поэтому нужно вот это вот знать. До 40 противозачаточные, если вам деваться некуда, ладно, уж можно, да. После того, как ты уже родила, естественно, желательно. После 40 гормоны нельзя. Но предохраняться все равно надо. И хочу, кстати, сказать, вот тот, кто начинает принимать наши препараты после 40, да, и те, кто до этого предохранялись там по циклу или там подмылась, да, ничего не выйдет. С нашими препаратами залетаешь, вот, уф, и уже залетел. Почему я и говорю, как сходили на аборт. Одной 49 на аборт сходил, другая 54 на аборт сходила, понимаете. С тех пор всех заранее предупреждаем. Не хочешь ребенка? И поэтому спрашиваю, чем предохраняешься. А то сидит ей там 48 лет, да ничем не предохраняюсь. На аборт хочешь, не хочу, тогда попредохраняйся, раз ты по лице вспьешь. Потому что на самом деле результаты с нашей препаратами великолепны. Мы с вами сейчас чуть дальше об этом поговорим. Поэтому лучшая спираль, но ее нужно менять каждые 7-8 лет, чтобы вот она все-таки немножечко, где-то полгода между спиралью, вот, пользоваться резиночками. Лучше, если до 40, вот, можно в этот период чуть-чуть противозачаточную, но прислушиваясь к себе. Если что-то не так почувствовали, не надо. Теперь, причины бесплодия. В последнее время его стало очень много, но в последнее время катастрофически увеличился процент мужского бесплодия. И поэтому очень часто бывает, когда женщина лечится, 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 да, оказывается, что в принципе это не дни, а проблема в ее мужа. Поэтому, когда кто-то приходит к нам в теньши, да, и говорит, что вот у меня бесплодие, чаще всего мы назначаем не только ей, да не чаще, а я, например, всегда назначаю сразу паре. Обязательно что-то, потому что только женщина, если она будет все это принимать, не факт, что все-то у них случится. Поэтому всегда должна быть пара. И причина у нас идут несколько. Бывает первичное и вторичное бесплодие. Первичное – это когда женщина никогда не беременела вообще. Вторичное – это когда уже беременность когда-то была, да, но она там или там что-то произошло, да, и то есть или у нее привычные выкидыши образовались, или через сколько-то времени уже после того, как вот у нее был ребенок, вот у меня такой случай был, женщина хотела второго ребенка, и 8 лет ничего не получалось. Вот это вот идет вторичное бесплодие. Первичное бесплодие – тут тоже разные факторы, может быть гормональные, то есть очень часто это бывает, когда у девочки ненормальный цикл, да, вот так называемый аминореи, то есть когда вообще нет цикла менструального. Вот тут, кстати, речь у нас об этом пошла, когда девочка переходит в девушку, да. И у меня наблюдается такая девочка в Ростове, у которой вот она ко мне пришла в 19 лет, у нее совсем месячных не было. На наших препаратах у нее пришли месячные, да, но где-то она полтора года пила постоянно. Что вы думаете? Ну, гадайте, много грамм, понимаете. Дело в том, что половые железы регулируются надпочечниками, понимаете. И причина вот этой вот аминореи чаще даже не сами половые гормоны, а выше или надпочечники, или гипофиз. Именно поэтому вот полтора года она постоянно, причем у нее на кардицепсе через три месяца оно пришло, когда у нее в сферу пошел, кардицепс именно. Вот. И потом она его было прекратила, у нее опять же 3-месячная, она полтора года постоянно его пила, пока вот у нее сформировался полностью, стал нормальным циклом. Но вы знаете, для чего это нужно? Если будет цикл нормальный на препарате, который ни гормон, ни химия, ничего, да, и забеременеет она с этим циклом, и все, потом, если не будет, это уже второй вопрос, правда? Поэтому я считаю, есть возможность пить какую-то траву, надо ее пить и продолжать, да, по крайней мере, это не так вредит организму, как если бы это было что-то другое. Итак, мы с вами будем какие случаи рассматривать? Значит, когда идет аминорея, мы нормализуем гормональный фон. Как нормализовать гормональный фон, мы будем с вами говорить на лекции по эндокринологии, может быть, а? Да. Давайте, ага. Потому что это для гормонального фона, это общая схема для любых вот заболеваний эндокринной системы, поэтому мы об этом говорить не будем. Какие могут быть другие причины? Вот самые частые причины сейчас, выкидыши чаще всего, или невозможность забеременеть, это различные инфекции мочеполовых путей. Это хламидиоз, клепсиелы, гарнирелы, и еще одна проблема, которая очень редко диагностируется, но, как оказалось, она очень часто лежит в корне вторичного такого вот, ну, здесь вторичная, получается, с инфекцией бесплодия. Это туберкулез половых органов. А чему вы удивляетесь? У нас в стране эпидемия туберкулеза. Эпидемия считается состоянием, когда более 23,5% населения страдает туберкулезом. Вот по казанским данным у нас идет 28, по России тоже идет где-то 26-27%. Так что у нас мы находимся в состоянии эпидемии туберкулеза. Вы посмотрите, детки, проба манту положительной, ставят тубинфицирование. Поднимите руки у кого, ну-ка, проба манту положительной, ставят тубинфицирование. О, они уже в этом зале сидят, видите? А там, если вот так вот из этого зала выйти и посмотреть, это еще ваши детки, которые детские кальций пьют, правильно? А там-то детские кальций не пьют. И здесь все-таки как-то социально, может быть, другие. А если посмотреть, где социально неблагополучно, так там еще больше будет. Поэтому, поэтому это идет, к сожалению, и мы от этого не застрахованы. И именно поэтому обязательно лечится пара. Не лечится, восстанавливается. Когда я говорю лечится, пожалуйста, меня поправляйте, потому что я говорю неправильно. И вы так говорить не должны. Вообще забыли слово лечения, мы здесь никого не лечим. Мы восстанавливаем, мы ремонтируем организм. Потому что то, что мы делаем, на самом деле лечением тоже называть нельзя и неправильно. И так восстанавливается здоровье пары. И раз восстанавливается здоровье пары, с чего мы начнем? Помните, когда мы с вами вчера говорили, и до этого, да? Когда человеку плохо, он поступает в больницу, первое, что ему делают? Кабельницу. Правильно? Вот любую проблему снять, и самый лучший способ это что? Кабельницу. Поэтому всегда, всегда начинаем с капельницы. К нам пришла пара. Мы не знаем, от чего, как и почему у них нет детей. И нам это не принципиально, потому что мы не лечим. Лечение в общепринятом смысле это борьба с каким-то заболеванием. Правильно? Нам не важно, какое это там заболевание. Нам важно, что есть вот. Это заболевание вылилось в бесплодие. Правильно? У нас есть факт, нам нужно от этого факта избавиться. И если из этой стенки дует, мне все равно, что там случилось, пока мы эту стенку полностью не закроем, дуть будет. Правильно? И поэтому мы будем конопать эту стенку, то есть пока мы не добьемся таким способом, другим способом, всеми способами, чтобы у этой пары был ребенок, мы перепробуем все. Поэтому первое, что обязательно этой паре нужно, чай и двойная целлюлоза. Если у кого-то из них есть явные признаки дисбактериоза, двойной целлюлоза заменяем дайджестом, дегестом. Если у кого-то из этой пары высокое давление, заменяем хитозом. То есть первое, чай, двойная целлюлоза. И третий препарат здесь обязательно, что? Нет, не цель. Кальций. Абсолютно верно, кальций. И вы знаете, для чего нужен любой кальций? Женщинам лучше общий кальций, мужчинам мозговой кальций. И поэтому, когда выписывается схема, пишется антилепидный чай, пакет на литр, пол-литра женщине, пол-литра мужу. Двойная целлюлоза, по две таблетки в день и тому и другому перед обедом мужем. Кальций общий жене, хотя бы пол пакетика, лучше пакетик на ночь. Кальций мозговой мужу. Для чего это нужно? Одна из причин, почему еще бывает бесплодие, мужа обследовали все нормально, жену обследовали все нормально, так называемая несовместимость. Слышали, наверное, да? Так вот, несовместимость не в том, что там размеры не подходят или что-то. Несовместимость идет о PH среды. То есть среда влагалища у женщины на несколько йод кислее, и сперматозоиды мужа в ее среде неподвижные. И он в другом месте имеет ребенка, а у нее не имеет, потому что у нее просто PH немножко другая. Понятно? И когда мы начинаем им обоим давать, мы их друг-патрушку совмещаем. И уже на этом этапе может все случиться. Этот этап идет обычно минимум 40 дней. Если это нахитозами, значит 50 дней. Если это двойная целлюлоза или дайджест, это идет первый этап 40 дней. Вот первый этап идет подготовительный. То есть мы начинаем подготавливать почву для беременности в организме. И женщины, и мужчины. Потому что в процессе участвуют оба. Согласны? Как бы мы не принижали роль наших мужчин. Второй этап. Вот здесь мы уже начинаем делать как раз тот этап, при котором как раз и наступает беременность. То есть мы начинаем подгонять друг по другу гормоны и все остальное. И подгоняя, самое главное, в этот период мы начинаем избавляться от инфекции. Вот тут еще очень важный момент, почему мы даем часть двойной целлюлозы. Дело в том, что инфекции, такие как хламидия, гонерилы, клециелы и прочие, они не инфекции. На самом деле это простейшие, которые у каждого нормального человека, у нас у всех с вами, живут в организме. В пассивном состоянии. В состоянии симбиоза с вами. И они нам ни в коем случае не вредят до определенного состояния. Как только в организме произошло изменение биоциноза. Так, кто не знает, что такое биоциноз? Руки подняли. Биоциноз это биологический термин, да? Это определенное количество животных, насекомых, птиц. То есть вот живности, которая живет в определенном ареале местности. То есть вот у нас есть местность, да? В которой кто только не живет. На самом деле. Это нам только кажется, что мы здесь одиноки. У нас кишечники там, бифидолактоколи, бактерии. У нас живут у всех лямбрии. Кто-нибудь хочет со мной поспорить, что у него нет лямбрии? Поднимите руки, у кого нет лямбрии? А что это вы так сразу согласитесь? У вас нет лямбрии. Хорошо. У вас сад есть? Ну да, часа там есть. У вас там клубника растет? Вы приходите на грядку, берете ягодку, идете, моете ее кипятком, потом кладете в рот. Нет, не моете. А чем моете? Клубничку не пробовали. И вы никогда в жизни с грядки клубничку не пробовали? Пробовали. А вы грядку перед этим навозиком обрабатывали? Нет, не навозиком. У нас нет навоза. Да, а чем? Да, вот подают с удобрением. Да, но все равно дождик поливал, земля там рядышком, да? Есть, конечно. Все, цистиллианы к вам уже попали. Так что зря надеетесь. Все, у вас тоже есть. Они усепились. Только когда у нас организм нормальный, они себе живут и нам не мешают. Но как только биоциноз нарушился, вот это состояние биоциноза вообще в организме поддерживает кишечный флорок. Это бифидолатоколебактерии. Как только мы их нарушили, вот эти вот все остальные жители начинают активизироваться. Кстати, в том числе... ...все же прошел, что кишечный флорок, это очень интересная лекция. У нас с вами ее не будет. Помечтайте, чтобы у меня здесь кто-нибудь завелся, я к вам еще приехала. Тогда мы продолжим. Все остальное появляется после приема антибиотиков. И вот эти вот молочницы, хламидиозы, клепсиелы и гернирелы появляются у женщины не потому, что она налево сходила, а потому что она сходила к какому-то врачу, и у нее, может быть, болело горло, может быть, у нее была пневмония. Все равно, что у нее было. Ей назначили антибиотики, и ей активизировали эти хламидии и клепсиелы. Они живут у нас в двух состояниях, активном и пассивном. И когда они активизируются, они вызывают воспалительный процесс. И не просто воспалительный процесс, они начинают вырабатывать антитела, которые отторгают прижившуюся яйцеблетку. Они не дают женщине забеременеть. Это, к сожалению, факт. Что делает в таких случаях традиционная медицина? Кто знает? Выпистанчивые руки. Правильно! Это же какая-то там инфекция, да? У нас какой способ бороться с инфекцией? Бей ее из пулемета. Правильно? А когда мы ее бьем из пулемета, мы по пути, но там даже не пулемет, там уже получается атомная бомба, наверное, да? Потому что мы взрываем эти хламидии и опять уничтожаем битидолакто-колибактерии. Все. Мы всех активных хламидий на этот момент уничтожили. Анализ хороший, все нормально. Женщина, мы вас вылечили. Через месяц у нее следующая партия хламидии активизировалась, потому что битидолакто-колибактерии по той же самой бому попали. Все. И мы загоняем женщину, чаще всего это женщина, в порочную кровь. Если мы не ее загнали, она пролечилась, да, а муж не лечился, а когда у нее все это активизировалось, когда еще и полегло от мужа, правильно? То просто муж ей опять это все активненький туда заносит. И вот тут идет так называемый венерический путь заражения. Хотя венерический это всего 5-10% из тех вот этих 100, которые, заболеваний, которыми страдают вот эти вот люди. У меня, кстати, есть подружка, умница великолепная, вот она кандидат в науку, дерматолог. Она до сих пор считает, что хламидиоз – это венерическое заболевание. Но сейчас уже, наверное, не совсем считает, потому что она меня слушает, да? Но вот когда мы с ней познакомились, она была абсолютно в этом уверена. На самом деле это не так. Это считалось раньше. Сейчас хламидины, вот эти вот артриты, да, или артриты, вызванные глипциелами, гарнирелами, да, гастриты, вызванные этими простейшими, воспаление селезенки, печени, почек, вызванные этими простейшими, бывает даже у детей, которые никогда в жизни, в половой жизни не жили. И сказки рассказывают, что он с мамой в одной постели спал, и поэтому заболел. У кого ребенок с вами в одной постели спит? Руки поднимите. А у кого отдельную кроватку имеет? Так, вы хотите сказать, что у вас нет детей? Я имею в виду, когда он был у вас, этот ребенок. Поднимите руки, у кого ребенок спал всегда в отдельной кроватке. У большинства, правильно? Но если этих деточек обследовать, да, он не спал с мамой в одной кроватке, но имеет хламидинный артрит сплошь и рядом, просто потому, что его бедного закололи антибиотиками на смерть. Кто там и как может выдержать? Он тоже не выдержан. Итак, вот когда мы начинаем давать часть двойной целлюлозы, почему лучше начинать с дайджеста, мы нормализуем кишечную флору, и мы делаем так, что состояние биоциноза в организме начинает нормализоваться. То есть мы как бы это в норму приводим. Вот у нас показания, в том районе, где я живу, он называется Новосаримовский. И там раньше было болото. И вот эти наши дома ставили, вот осушали эти болота, да, и ставили эти дома. И у нас в тех времен всех лягушек, естественно, перевели, где им там жить, правильно? А все комары остались. И если раньше этих комаров лягушки ели, и как бы это не так страшно было, сейчас когда лягушек нет, у нас все подвалы кишма кишат этими комарами, вот вам нарушение биоциноза. Лягушек уничтожили, бифидолактобактерии, комары, хламидии, глипселы и прочие размножились. Кстати, вот все бактерии, которые, те фракции, которые мы еще имеем, это цитомигаловирус, это не бактерии, поэтому я поправилась, это уреоплазма, слышали такие, да? Вот эти микоплазмы, то есть вот эти все еще, они тоже из этой же оперы. И поэтому, когда кто-то вам дает вот такие глаза и говорит, ааа, у вас вот это вот, это не страшно. Это в норме всегда у нас жило. Только в это время, вот сейчас оно активизировалось. И чтобы оно не было активно, чтобы оно было по силам, что нужно сделать? Лягушек подкормить, чтобы они размножаться начали. Кто у нас лягушки? Бифидолактобактерии, кишечная флора. Договорились? Там не только эти трое, там еще целая куча всякого народа, тоже нам нужны. Только если их перечислить, много времени надо. То есть, восстанавливаем лягушек, комары начинают затихать. Но эти активные комары, они же уже активизировались. И когда они вот такие вот бегают и клацают зубами, да, это уже тяжело. Поэтому во втором этапе мы вот этих активных начинаем уничтожать. И поэтому второй этап, антилепидный чай мы все равно продолжаем, потому что он регулирует гормональный фон. Читает ли это, да? Нам это нужно. Потому что одна из причин бесплодия, очень частая причина, это нарушение функций щитовидной железы. И мы с вами будем говорить о гормональном фоне. Итак, антилепидный чай мы оставляем. Кардицепс у нас здесь идет, во-первых, что вот эти вот все активную живность уничтожить. Даже если у нас пара не обследована, даже если вот в этот период у пары ничего нет, они приходят и с ясными глазками, говорят, да мы уже от хламидиоза пролечились. Это не факт, что у них их нет. Правильно? Мы уже с вами знаем почему. Поэтому кардицепс мы начинаем обоим давать, две капсулки утром до еды, вот так хватит. И начинаем не только поэтому. Дело в том, что туберкулез – это инфекция иммунной системы. И просто уничтожать микобактерии туберкулеза антибиотиками – это мало. Надо активизировать клетки, которые с туберкулезными бактериями справляются, что и делает кардицепс. Именно поэтому вот у нас не будет лекции по туберкулезу, но я вам хочу сказать, что кардицепс при туберкулезе – это близкое к панацею. Вот сочетание кардицепса с кальцием, да, у тех пациентов, которые не переносят туберкулостатики, просто мы начинали обычно с тех пациентов, кто не переносит антибиотики, мы вынуждены им назначать, что им-то лечить надо, правильно? Сто процентный эффект шоу. Даже при туберкулезной эмпиемии плевры, представляете? Это туберкулезное расплавление уже, когда этот эмпиема – это гнойное расплавление. Даже в этих случаях, когда цепс кальцием оказывали эффект, все остальные случаи вообще великолепны. Поэтому здесь у нас кардицепс, на всякий случай, мы же не знаем, да? На туберкулез обследуется у нас достаточно сложное обследование, но я уверена, что те пары бесплодные, которых вы знаете, я сомневаюсь, что им кто-то на туберкулез на начало обследования. Может кто-нибудь слышал? Назначали? Назначаю. Назначаете? Да. Здорово. Это уже радует. Подтверждается? Бывает? Вы гинеколог? Нет, я не гинеколог, я подростковый актезиатр. Поэтому девушка... Ну, видите, они же к вам не с бесплодием приходят. Они с бесплодием, но если у них есть дизминаре, а не нареем, их мы проведем. Вот, вот. Ну, это видите, она актезиатр, и она назначает. А вы представьте, эту бесплодную пару, они же не к ней пойдут. Они же к гинекологу пойдут. А вот то, что гинеколог назначат, да, это не факт. Вам от гинеколога часто приходят? Вообще не как-то. Лоб приехали. Посвердились, да, что спасение утопающих это было дело руками утопающих. Итак, кордицепс нам нужен, чтобы активно изничтожить комаров, да, и нужен на всякий случай, ну, мало ли там чего, пусть это туберкулеза не будет, тем более не навредит. В отличие от того, что тубозит и вексивазит, правильно, который мы назначаем. Итак, кордицепс, третий препарат обязательный, это цинк. Цинк нам нужен для того, чтобы активизировать иммуноглобулины, потому что, возможно, там эта инфекция вылезла, потому что иммунитет, все-таки слабовастенький, мы как бы кордицепс усилием. Он нужен нам для того, чтобы подвижность сперматозоидов у мужчины увеличить, правильно? Может, вот у него не хватает их чуть-чуть, вот они не доползают до яйцеклетки, не добегают, да, где-нибудь так на полдистанции падают и подыхают. Не могут. Вот, это второе. И третье. Цинк регулирует гормоны гипофиза, а нам нужен гормональный фон, правильно? Вы знаете, есть один важный очень момент. Я не буду заставлять поднимать руки, в принципе, мужчин нет, могли бы и поднять руки, да? Женщин, у кого нет полового влечения, или, проще говоря, кому не хочется, да? Сталкиваться? И сами тоже, да? Любые причины находим, ведь анекдоты-то вот эти, про вот этот зоопарк, помните? Где горилла сбежала из клетки, да? Бежит за мужем с женой, муж залез, значит, на это самое, горилла кидается на женщину и пытается ее, и она кричит, ты куда? Спасай, а мы, да вот ты есть, скажешь, что у тебя голова валит. Вот это про нас, это правда. Почему это происходит? Потому что у нас с вами плохо работают мужские гормоны. Дело в том, что либидо, половое влечение зависит от выработки мужских гормонов. У женщин вырабатывается, мы с вами об этом уже говорили, да, как-то, помните? Одинаковое количество и мужских, и женских гормонов и у мужчин, и у женщин, но у женщин на 3-5% больше женских, у мужчин на 3-5% больше мужских. И очень многое в женщине зависит от мужских половых гормонов. Так вот, женщина, которая решительная, шустрая, веселая и оптимистка, оптимистка, у этой женщины мужские гормоны вырабатываются нормально. Потому что янг, это легкое, у вас Ольга Михайловна про это тоже, все знаете, да? Ян, мужское начало. А инь, это пессимизм. И вот кому ничего не хочется, да, и все вообще, и пессимистки, это вот мужских не хватает. А мужские, это кто? Это отцы. Напьемся, и любимый, я так тебя ждала, голова не болит, и вообще все хорошо. Правда? Так, кто загрустил, у кого любимого дома? Пойдем. Так, кто сказал, пойдем? Так, девочки, у кого нет мужчин возле лекции, ко мне подойдете, вот те, которые найдем, со мной могут. Или вы только за себя говорите? А вот никого нету, вот кто здесь, знаешь, на кето, может, держит, нет? Поднимите, кто-нибудь есть? А что смеетесь? Между прочим, тоже проблема. Вот у нас сказали очень много дистрибьюторов, у которых есть брачное агентство, так что очень так отбивательно жили. Причем с иностранцами, а у вас вот вообще за границей, за морем. Так, уходим в сторону, да? Цинк. Обязательно цинк. Но здесь даже не столько вот для липита, хотя это тоже значение имеет, там тоже есть свои нюансы, потому что если все равновесит, тогда все и получается. Это еще гормоны гипофиза. А гипофиз регулирует надпочечники, а надпочечники регулируют головы. Поэтому, чтобы они нормально работали. И вот во второй схеме много кальция, потому что кальций – это эстроген. Здесь сколько? Так, цинка мужчинам лучше вообще по максимуму. Максимум, помните, какой на баночке, да? 6. 12 таблеток в день не хотите? Но хотя бы 6, да, 6 капсул в день хотя бы, мужчинам. Женщинам хотя бы 4 капсул в день тоже лучше 6. Особенно для женщин, у которых вот что-нибудь, проблемы с месячными были до этого, да? То есть, вот что-нибудь вот не так. для тех, кто слишком полный, имейте в виду, это тоже, косвенные признаки не в порядке, не в порядке. Зрение не в порядке. Так, второй цикл, антилепидный чай, кардицепс, цинк и кальций. Кальций, здесь биокальций по пакете. Кольцы, не дай бог, у женщины гемоглобин низкий, там вообще оттаз, там детские кальции и по пакету. Но гемоглобин низкий и должен быть. Беременность собралась, гемоглобин должен быть не меньше 130. Мужчинам мозгового кальция достаточно. Вы помните, почему кальций мужчинам нужен? Реплекторная дуга. В смысле, хочу вставать? Да. Ой, какие вы молодцы. Вот оно так не срабатывает. Вот у мужчин, да, вот хочу вставать не бывает. Он встает независимо от их желаний чаще. И там никакие рефлекторные дуги чаще всего не помогают. Это все идет вот чисто на подсознание. Дело в том, что в головке, помните, в кассету, да, вот здесь вот в головке сперматозоида находится ион кальция, который помогает сперматозоиду пройти и в ядру яйцеклетки. Яйцеклетка, вот ее расположение, вот такое вот, вот здесь вот ядро, вот здесь она сама. И чтобы сперматозоид вот сюда пробился, нужен как раз вот этот ион кальция. А если у мужчины болит позвоночник, болят суставы, если он псих, а псих это когда нехватка кальция и процессы возбуждения и торможения нет порядки. Это тоже зависит от кальция. Поэтому если муж псих, у него явная нехватка кальция. Я не имею в виду псих на учете психболитов, вы понимаете, да? Все поняли, что такое псих, да? Когда он взрывается по поводу беспровода, полно таких. И у мужчин это очень часто бывает. Когда у него камни где-нибудь или лепесток, это уже признаки, что ему не хватает кальция. И где гарантия, что его здесь нет, правильно? Поэтому мозговой кальция. А если у него остеопандроз, значит побольше. Там одной кальцины мало будет, две, может, три кальция. Так, три месяца вот этот второй этап. Чай, кардицепс, цинк и кальция. Три месяца. Три месяца. Вы знаете, по сколько лет люди лечатся от бесплодия? А первый этап сколько? Первый этап идет 40-50 дней. Если есть явные признаки дисбактериоза, если у кого-то из пары есть кожное заболевание или есть аллергия, первый этап может быть до трех месяцев. Вот для того из пары, у кого это не в порядке. И тогда вот тот из пары, у кого это не в порядке, начинает первый, предположим, вот второй там 40 дней подсоединяется к нему в какой-то момент, да? Хотя все равно желательно, чтобы оба беляют одновременно и одинаково. Это второй этап. Если на этом этапе зачатие не произошло, тогда третий этап идет вейкан и кальций. Вейкан. Вейкан по капсуле в день и кальций. Вот этот второй, третий этап тоже три месяца. А какой кальций? Любой, лучше био. И вот тут парадоксы наших препаратов. Вейкан и кальций. Кальций сколько? А кальций сколько? Пакет. По пакету. Для женщины по пакету. Мужчине мозговой кальций. И вот тут вам интересная парадокс. Дело в том, что это общая схема. Но вот мы все сидим здесь абсолютно разные. Даже сестры-близнецы они обычно разные. Или братья-близнецы. Вот точно так же в нашем организме. И поэтому эта схема как бы общая и готовая. Но вы ее можете варьировать по подсознанию, по интуиции. Кому-то чего-то хочется. Вот хочется, понимаете, больше кальция или как децепция или что-то. Вы что-то считаете, что вам нужно больше. Прислушивайтесь. Дело в том, что у меня ну вот по этой схеме вторичная, там где, например, парень был уже один раз ребенок, а потом второй раз не могут забеременеть. Ну, попадание очень большое. Очень много. Но вот у меня интересные прошли случаи. Три случая вот последние. Только я вам расскажу. Один случай женщине 45 лет. 22 года была замужем. Детей не было вообще. У мужа трое детей, она их воспитывала. Они живут в Бурятии, Буряты, да? И она около года она вот на эту схему посмотрела, она ее очищение прошла, а потом она просто пила кальций. Она где-то на 700 долларов выпила вот все вместе, но в основном это был кальций. Родила мальчика. Представляете? 22 года вообще ничего не было. Еще мальчик по Буряту. Вообще супер. Ну, конечно, представляете, да? Вот это один случай. Второй случай, там было очень тяжелое бесплодие, пара, бизнесмены, они у меня вот это пробили полгода, ничего не получается, ей же было около 40 лет, они побоялись дальше еще ждать, и они пошли на ЭКО. Это экстракорпоральное оплодотворение, то есть это проверочка. Хочу вам сказать, кстати, вот у нас в Казани это делают, стоимость вот этого ЭКО, первая, да, около 60-70 тысяч рублей, но с первого раза практически ни у кого не получается, практически. Процент с первого раза 10%, представляете? И потом пара просто идет на это повторно, повторно это еще получается, у многих не получается совсем. ты платишь эти 70 тысяч, представляете, сколько Тиньшина, 70 тысяч может есть, да, того же кальция, скажем так. Вот, и эта пара, они пошли на ЭКО, после того, как вот это все у нас пропили, да, не получилось, они порасстраивались, но что-то делать надо, 40 лет, да, детей очень хотят, у них 15 лет они были женаты, да, и ничего у них не получалось. И она вдруг как раз в это время заболевает, вирусная инфекция, именно поэтому, а они уже в Тиньши, да, ну, естественно, они оформлены были, она не работала, но они оформлены, и она начинает пить кардицепсом, она же знает, что все остальное во время беременности нельзя, а тут только это самое, и она начинает пить кардицепс с кальцием, буквально, вот им сделали, да, и начиная уже вот где-то около месяца, может быть, плод зацепляется на фоне кардицепса с кальцием, то есть все случается, вот она пропивает это где-то два месяца, и во время беременности цинк, спирулину, кальций, и она рожает тройню. Два мальчика и девочка. Все прижились. Представляете, все прижились. Получилось именно так, про нее газеты Читинской писали, им квартиру, да, представляете, то есть вот так 40 лет, да, и она вот эту вот тройню, да, ну, там, в принципе, семья, и потом, когда оживил, мы говорили, мы пришли, да, мужу некогда, он сейчас найти тройню, кормить надо, бегать к этому, вот это, и ему сейчас, говорит, вообще некогда к нам появляться. Но самое главное, что врачи вот сказали, да, вообще-то, говорит, по всему этого не должно было, она вообще не должна была, вот это вот все, они, конечно, попробовали, они уверены были, что ничего не получится. И, кстати, потом они выяснили, что у них была именно несовместимость, потом уже гинеколог, который смотрел, да, вот именно вот это вот, то, что я вам говорила, врач несовместимость, и поэтому именно он ничего не получал. Хотя, видите, мы выдавали теньши, не сработало, поэтому трудно сказать, что именно там было, мы предполагаем, правильно? Но сам факт очень хороший. Еще одна, вот там была, тоже, там женщина, где-то по молодости взяла ребенка, да, от первого мужа, потом выходит, через где-то 10-11 лет, второй раз замуж, очень хотят ребенку, ничего не получается. Два года проходят, три года проходят, четыре года проходят, не получается. Вот, и она начала вот это вот пить, тоже что-то вот не случилось, она пропила, но не так вот, как все положено, где-то месяца 4-5 она пропила. И тут тоже очень сильно простыла. Простыла и кардицепс, она говорит, я его пила месяца 3, постоянно кардицепс. Она на кардицепсе забеременела, великолепный пацан. Вот, кстати, что интересно, обычно у меня все идут девчонки, а вот эти все три случая получились пацаны. То есть, видите, два пацана, девочка в тройне, да, в общем-то, считаю, это тоже, я считаю, теньшик все равно, и кое-то, конечно, это в большей степени теньшик. У этой вот мальчик, да, и вот у этой вот мальчик, это вот именно получился мальчики. Но почему, может быть, получается, девочки считается, что вот первое, начало цикла, да, что там вот все-таки чаще девочки бывает, а второе, половина, это чаще бывает мальчики. А я когда рекомендую схемы, там есть еще один важный момент, как живешь половой жизнью. То есть, вот еще у молодых пар, это достаточно часто бывает, когда слишком активная половая жизнь, сокращение матки не дают яйцеклетке пристать, понимаете, вот гормональный фон слабенький, яйцеклетка зацепиться просто не может. Поэтому, вот чтобы этого избежать, особенно те пары, которые, вот самый такой дурацкий нансенс, да, год нету детей, и будут лечиться. Идиотизм. Но еще больше идиотизм, когда я назначаю печенье. Потому что у нас всегда считалось, и мы только начинаем как-то вмешиваться в этот процесс, если два года регулярной половой жизнью при всей, казалось бы, норме, регулярной половой жизнью, а не то, что мы уж командировка по четыре месяца, понимаете, вот если за два года ничего не получилось, тогда можно как-то вмешиваться в эту пару. Но когда ко мне приходят пары, которые год прожили, да, еще как попало, да, им назначают гормоны, убив, кто это у нас начал. Еще лучше убив того, кто пошел лечиться, понимаете? А добра добра не еще говорят. Поэтому вот два года, это даже и дергаться не надо, вообще. Это при условии, что у них три раза в неделю, как положено, и все хорошо. А если это три раза в месяц, или раз в три месяца, так там и вообще все по-другому. Поэтому через два года только нужно будет потихонечку задумываться, что что это не получается. Вот поэтому, поэтому, когда начинают вот это вот все принимать, лучше это начать в месяцах, то есть вот сегодня начались, да, первый день цикла, да, и женщина все это начинает. И на первом этапе там еще можно жить обычной половой жизнью. А когда начинается второй этап, этап зачатия, значит, отсчитывают от первого дня месячных, да, вот если цикл 28 дней, значит, где-то до 18 дня пара живет половой жизнью, с 18 по 28 день, да, вот эти 10 дней, когда уже, ну, до месяцев остается 10 дней, скажем так, они не живут. И, если месячные не пришли, а до этого они были регулярны, имеется в виду, конечно, там, где цикл регулярный, да, если месячные не пришли, мужа к себе не подпускать хотя бы месяц, чтобы это все зацепилось. У нас сейчас очень много девочек со слабой маткой. Оргазм, матка скидывает, понимаете? И бывает, что у нее, вот, например, задержка там, неделя, предположим, и опять пошла. А на самом деле, это просто не состоявшаяся беременность. И так как видите, получается первая половина, может быть, поэтому, а я это всем рекомендую парам, да, может, девочки получались, рвались чаще, а эти, видите, как получались, получились немножко по-другому. И половую жизнью живут после полового акта, значит, на спине, под попу, под ушечку, пара серьезно работает над созданием будущего подростка. Правильно? к вопросу должна под попу подушечку, и после полового акта не вставать, не подмываться, и все такое. Легла, ваточкой заткнула, чтобы драгоценная жидкость не вытекла. и пусть они сам пробиваются, куда им нужно. Понятно? Это вот, в общем-то, такие вот еще чисто практические рекомендации. Это при бесплодии. То есть, пытаться надо это все принимать. схема у нас получается в виде 5, ну, 5 месяцев плюс 3, да, где-то 8 месяцев. Значит, если так получилось, что зачатие произошло в первом этапе, то есть, чай, двойная цивилоза, да, и вдруг месячные не пришли, может такая ситуация случится, прекращает пить чай двойную цивилозу, потому что эти препараты стимулируют сократительную деятельность матки. Вот, если месячные не пришли, чай двойной цивилозы прекратить и добавить цинкс-вейкан. Особенно те случаи, когда вот женщина легко беременеет, а потом не может ребенка выносить. Это вот как раз и есть вторичная бесплодия. То есть, как только месячные не пришли, цинкс-вейкан и где-то до 3 месяцев вот это вот пить постоянно. Цинк и вейкан они помогают вот этому всему уцепиться, они нормализуют гормональных. Он уцепляется, это не значит, что матка руками держит, это значит, что гормоны, понимаете, подготавливают и так все держат. И сама матка, стенка матки такая лавина будет. Можно еще добавить кальций. Но в принципе цинкс-вейкан обычно достаточно, с кальцием это еще лучше. И вот тут мы тихо подходим к беременности. Получилось. На втором этапе там то же самое. Чай прекращаем. Кардицепс можно и нужно, особенно в тех случаях, если диагностировался хламидиоз. Потому что вот здесь как раз, вот первые 3-4 месяца у тех, у кого был хламидиоз, они опасны. Вот именно в этот период, когда еще все слабенько, хламидии могут отторгнуть эту рецепт облаготворенность. Поэтому здесь кардицепс мы пьем, несмотря на то, что месячные пришли. Мы прекращаем только антилепидный чай. Все остальное здесь идет. Кардицепс, сцинкальций. Все идет. Можно еще добавить вейкан вместо чая. Дальше. Для того, чтобы беременность протекала нормально, чтобы у ребенка было все хорошо, при условии, что у мамы идеальные анализы крови, идеальный анализ крови гемоглобин у беременной не меньше 120, лучше 130. Меньше все от нас. Что-то надо делать. Понятно? Это идеально. Вот СОИ у беременной может изменяться. Есть такая поговорка, что возьмешь с беременной женщиной, кроме неточного анализа. Вот это как раз относится к СОИ. Потому что СОИ это такой лобильный показатель, а беременность, она как бы, вот она вроде как здоровье, конечно, но вроде как и нездоровье. Все равно женщина в это время особенная получается. Поэтому вот наш показатель это гемоглобин. Почему гемоглобин? Потому что кислородная недостаточность мозга к чему угодно придачна. Не говоря уж о том, что потом у этого ребенка весь бактериоз будет, у этого ребенка внутричередная гипертензия будет и все вытекающие отсюда последствия. Второй фактор, который нужно обязательно беременность смолить, это щитовидка. Дело в том, что с щитовидкой не в порядке вызывает у ребенка умственно осталось. Нехватка гормона щитовидной железы вызывает у ребенка умственно осталось. Недоразвитие головного мозга. Имейте это в виду. Поэтому два очень важных фактора, которые нам нужны во время беременности, смотреть. И для того, чтобы эти два очень важных фактора у нас были нормальны, с первого дня беременности и до последнего постоянно пить что? Что у нас и для щитовидки хорошо, и для гемоглобина? Спирулина, совершенно верно. По 2-3 таблетки спирулины. А на почке она уже будет? Сейчас мы об этом поговорим. 2-3 таблетки спирулина с первого дня беременности. Это нормальная беременность, да? Если у нас вот все-таки там способ бесплодия, она еще пьет цинк, веган и кальций. Вы помните об этом, да? Пусть пьет, ничего не будет. Вот. Дальше. Для того, чтобы у ребенка было нормальное развитие вот этого вот костного и зубного зачатка, книгу мы читали, помните, да? 7-9 неделя беременности это закладка костного и зубного зачатка, чтобы у ребенка были косточки, зубы нормальные, 7-9 неделю пить кальций. Детский. Кальций, он приторный и пахнет ванилию. Она может выдать токсикоз на детский кальций. Поэтому любой кальций, который она может пить, может гайбалу, пусть его пьет, может мозговой, пусть его пьет, пожалуйста. Но мозговой лучше по две капсулы хотя, потому что иначе мало там получается. Насчет спирулина. Вот то, что спирулина не годится для почечных больных, это сказки. На самом деле это имеется в виду люди, у которых идет почечная недостаточность. Понимаете? Почечная недостаточность это когда повышенный креатинин, остаточный азот и мочевина в крови. Это когда есть как минимум гламеру ланифрит. Хочу вам сказать сразу, это бывает, к счастью, очень редко. И это действие на почке спирулина проявляется в том случае, когда мы пьем спирулину китайскими дозировками. По 8 таблеток 3 раза в день. От 3-4 таблеток почки даже не икнут. Даже с гламеролу ланифритом. Так что не переживайте. Растительный белок, он по своим размерам мельче, чем животные. Поэтому спирулину почки спокойненько переваривают. Мало того, очень часто, именно когда почки не в порядке, им белка не хватает. Понимаете? Надо добавить белок. Поэтому не бойтесь. 3-4 таблетки, 2 таблетки дайте в крайнем случае. Особенно если, ну, знаете, что такое наши девчонки, да, вам моя со своим ростом 172-49 килограмм весит. Ей 2 таблетки, в принципе, хватит. Хотя она их по 8 кушает. Вот. То есть, может даже меньше, но чтобы организм протяжился. Если гемоглобин низкий, больше дайте, да, спирулина и детский кальций вместе. Дальше. Если в первую половину беременна, всегда у женщины идет токсикоз. Токсикоз первой половины это рвота. Вот чаще всего это рвота. То есть, она ничего есть не может от воды, от еды, от всего ее рвет, да, и все прочее. Это значит, что у ребеночка что-то не в порядке. Это дает ребенок. Это у него идет дискомфорт. Поэтому очень хорошо векам. Очень хорошо снимает это состояние спирулина. Великолепно. Вот у меня случай, да, когда у нее рвота и все прочее, начинает пить спирулину и все хорошо. Ребенок получил все, что ему надо перестал бушевать. Это не организм бушевает, это ребенок бушевает. Он говорит, мам, мне плохо что-нибудь сделай. Что мама может сделать, а чего ему может быть плохо? Ему что-то не хватает для развития, правильно? А спирулина дает все, что нужно для развития. Делайте выводы. И очень хорошо есть такой синдром, он называется фетоблацедатная недостаточность. То есть вот такой токсикоз может быть связан с тем, что сосуды в плаценте что-то там не так. Понимаете, вот это называется фетоблацедатная недостаточность. Вот эти сосуды улучшает Вейкан, а если она у нас после бесплодия то пила, она его пьет, да, или ИК. но в тех случаях, когда у нее с утра сразу рвота, все это ей нужно дать не вставая с постели. Вот она утром лежит, да, потому что как только пошевелится, у нее начинается рвота. Она лежит и прям вот с постели минимум резких движений выпила водички, небольшим количеством водички запила, еще полчаса, час полежала, чтобы это усвоилось, потом встает. Тогда все будет нормально. Это непонятно, да? По аксуле и по аксуле. Нет, ИК даже 3 аксула, потому что у них у всех еще гипотонийных первая половина была. Это вот первые 3-4 месяца. Еще раз скажите, сколько Вейкана, спирулина? Вейкана 1, ИКана 3. Это если идет токсикоз. Да. Первая половина беременности. Спирулину 2, 3, 4 таблетки, сколько она там вытянет? Если у нее идеальнейшие почки, пусть пьет по 8 таблеток. Если вы все-таки боитесь за ее почки, пусть пьет 2-3 таблетки. Если у нее гемоглобин низкий, тут уже невзирая на почки, надо спирулину больше. Дальше. Токсикоз второй половины беременности, или он иначе называется гестоз, проявляется обычно тем, что появляется белок в моче. Вот тут уже немножко другое. Тут уже продукты, вот токсины ребенка, да, организм не справляется с маминой токсинами и с ребенком. И вот тут появляется белок в моче, отеки и может подниматься давление. И вот в этот период можно и нужно антилепидный чай. Вот в первую половину беременности антилепидный чай, он не вредит, но нежелательно. Если матка слабая, антилепидный чай усиливает перистальтику, а у нас иннервация кишечника и матки из одного места. И когда у нас кишечник шевелится, матка тоже шевелится, закомпанируется. А нам не нужно, чтобы она шевелилась, иначе она может выкинуть. Вот во второй половине, после пяти месяцев, это уже идет, да, после пяти месяцев это уже не имеет принципиального значения. И вот здесь антилепидный чай, но дозировки делаем слабенькие. То есть пакет на литр заварили, из этого литра, где-то полчаса настояли, из этого литра один, два, три стакана, видно будет, у нее отеки уменьшатся, у нее мочегонный эффект пойдет, у нее уйдет белок из мочи, у нее нормализуется давление. То есть здесь чай еще будет действовать как кодица. Не бойтесь. Вот то, что нельзя беременным, это написали в нашем институте питания, потому что беременны не давали антилепидный чай. А они пишут показания только тем, кому они давали. В институте питания как проверяются добавки. Есть определенная группа людей, которым дают, в эту группу не входят беременные, не входят кормящие, поэтому пишут. Всем, кроме беременных и кормящих, на них не испытывали. Но китайские беременные и кормящие нормально, значит, наши тоже нормально, правильно? Зачем от китайцев отличаются? Ничем, глазами, все. Скоро все будем одинаковы, потому что китайцев много, они поработают, потихонечку осемили, ну свежая, ну, значит, улыбайся. Рождаем у себя, они поражали, им не дают. Нет, они в принципе рожают, только у них один ребенок, как бы он весь идет на дотации государства, а второй ребенок уже на твоей дотации. Поэтому, если у тебя есть деньги, рожай на здоровье, а если денег нет, то уже, плодо от садика и всего, все у него платное, когда ребенка. В принципе, они рожают больше, чем одного. У нас миллиард. Да, миллиард животных. Нет, миллиард у них сейчас за счет того, что они живут долго, понимаете? И если мы с вами, вот, рожаем-то много, а живем мало, и мы уменьшаемся, а они рожают мало, а живут долго и увеличиваются, как положено, понимаете? А мы с вами, и потом удивляйтесь, скоро у всех разрез класс одинаковый будет, точно. Китайцы проработают. Так, пошли дальше. Смеемся, да, а вы знаете, что в Китае девочек не хватает? А у нас вон невест сколько. Мы уже тут думали, на Украине когда была, да, там на Украине вообще шла, мужчин не хватает, что взять брачное агентство с китайцами, их мальчиков, к наших девочкам, а наших девочек тут не мальчиков. Здорово, очень симпатично бывает. Он Жан Суна, Какой красавчик, да? И Чиньжан. И Чиньжан тоже. Вот, 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 вот видите, уже поклонники нашлись. Так, пошли дальше к вашим беременным. Итак, гистос, токсикоз второй половины беременности, это антилибитный чай. И вот здесь, она у нас первые три месяца цинк пропила, да, потом на цинк обязательно уже делать перерыв. Не потому, что цинк вредит, а потому, что через три месяца организм перестает цинк усваивать. И вы спускаете эти девять долларов в туалет. Я, конечно, понимаю, что вы унитаз уважаете, да, но и до такой же степени. Вот, поэтому три месяца пропили, потом перерыв, и вот тут уже после пятого месяца, если есть гистос, надо опять добавить цинк. Потому, что цинк восстанавливает почки. Помните, да? А гистос у нас именно по почечкам по печени бьет. И, кстати, именно из-за гистоса, вот какого-то скрытого гистоса, но потом все имеют пигментные пятна, потому что там и почки, и печень бьет. Скажите, пожалуйста, цинк прекращать только в беременном положении или для всех это касается? Три месяца всех касается, да. Так, у меня вот там вот записка лежит в кармане. Кто-нибудь, вот там вот в пиджаке в кармане записка. Я это сразу отвечала. Там сбоку в каком-то кармане, смотрите. Итак, вторая половина это чай. Как только отеки прекратились, белок перестал появляться, чай можно прекратить. То есть сильно увлекаться им не надо. Цинк тоже может три месяца, но можно вот тоже, как только прекратилось, можете уже не пить. Но спирулину все это время мы пьем. Вы помните, с первого дня это последнее, спирулину мы пьем. Дальше, для того, чтобы нормально прошли роды, вот есть еще одна проблема, да, сейчас тоже молодежь идет, это вторичная, первичная слабость, да, у некоторых вторичная, это после первого рода, первый род нормальный, во вторых рода слабость пошла, да. То есть что значит слабость? У нас, когда матка сокращается, да, вот эти сокращения матки вызывают раскрытие шейки. И вот сейчас очень много женщин, которых шейка матки плохо открывается, называем это ригидностью шейки матки, то есть слишком она упругая, да, или просто сократительная деятельность матки такая слабая, что шейка не открывается. Это зависит от гормонов. Тут посмотришь на наших девчонок, да, абсолютно никаких, какие у них вообще гормоны. Они у нас на женщина почти не похожи, да? Да. В никаких местах ничего не растет, тощи, ну, понятно, о чем я говорю, да? Они у нас подсанки какие-то, они девочки. Естественно, у них гормонов меньше получается. Вот именно поэтому за месяц до рода века обязательно. И второй прием кальция, 32-34 неделя, это второй прием кальция идет для ребенка. 32-34 неделя идет формирование костной системы и зубов. Там был зачаток, здесь уже сами зубы и кости. Поэтому 32-34 неделя для ребенка кальций, а вот дальше кальций для молока. Потому что этого ребенка еще нужно грудью выкармить. Сейчас объясню, почему нужно грудью выкармить. А векам по одной, да? Векам по одной месяц, да, до родов. Но если вы два месяца попьете, ничего не будет. Еще лучше. Он не вредит. Кужа не будет точно. Но у нас же все экономные. Это же чего же это вот выкидывать за ребра? Это не выкидывается за ребра. Это в конечном итоге все скажется. Во-первых, векам это печень, и ребенка и мама, понимаете? А у нас сейчас дети с печенью очень слабо рождаются. Да еще и гепатитные вакцины так вообще продают. Я противник гепатитной вакцины, если кто не знает. Я считаю, что ее не нужно ждать. Вот все остальные нужны, а ее не нужно. Так, поехали дальше. Родили. Вот перед родами почему важен? Вот чтобы было молоко, нужен кальций. И вот вейтран, кстати, на молоко тоже действует очень хорошо. Ребенка родили, кто был на годной лекции, мы с вами об этом говорили, да? С первого дня антилепитный чай, и с третьего месяца, с трех месяцев детский кальций. Если все у ребенка хорошо. Если у ребенка не все хорошо, детский кальций еще раньше можно. Маленький нюанс. Вот детский кальций, почему нужно начинать со 7 маленьких доз? Вот буквально по крошечке начинаете. Дело в том, что у грудных детей есть такое осложнение, которое называется инвагинация. То есть это кишка в кишку заходит и вызывает кишечную непроходимость. Вот это осложнение бывает, когда ребенок принимает какой-то новый незнакомый вид пищи. Он, например, что-то ел, и тут вы ему что-то вели. Детский кальций это тоже незнакомый вид пищи. Поэтому вы с трех месяцев положены по чайной ложке. Никогда нельзя начинать сразу много. Все равно по капелюшечке добавляйте, но чтобы не вызвать никаких осложнений. Потому что детский кальций для них тоже идет как новый вид пищи. Имейте это для того. Максимум сколько можно? Ну, чайную ложку хватает, да, большинство. Но, в принципе, вот я назначала 9 месячных по 1,3 пакетика хорошо. Вообще супер. Такой бутуз получился за месяц. Из больного ребенка получился бутуз, который пошел и демоглобин поднялся, диатез ушел и вообще разбойник. после рода давайте побольше. А сколько он вытянет, столько и давайте. Хоть до пакета. Ну, там это полпакета. Так. Беременность еще разобрались? Разобрались. Это радует. Так. Если у девочки альгаминореи уже поняли, ой, это, аминореи уже поняли, да? Есть еще одно осложнение у девочек, это так называемая альгадисминорея, то есть это болезненные, месячные. Болезненные, обильные, неважные, месячные. Вот в таких случаях, если это не сильно выражено, ну, нерегулярно и все, да, бывает достаточно одного вейкана. Одну упаковку вейкана дайте, посмотрите. Если после этого не нормализовалось, тогда все-таки нужно будет на гормональной фонте. То есть чай, двойная цивиллоза, центр кальция. Ну, вот мы с вами на этой гинологии вам оготан говорить. То есть, значит, где-то гормональный фонстратает. Но, вот если не сильно выражено, это все, если нормально, то вейкана одной упаковочке вейкана у большинства хватает, у большинства, не у всех. Имейте это в виду. С мастопатиями, ну, о мастопатии мы поговорим на онкологии, да, у девочек мастопатии тоже очень часто бывают, они связаны с гормонами, оперировать их не надо, нормализовать гормональный фон, обычно мастопатию рассасывают. Очень редко бывает, чтобы мастопатия была плохая у девочек, имейте в виду, это чисто гормональный, а гормональный рассасывается. А вот тут ее рожек, они назначают трехопол, но рецепт сможет его заменить? Да. Так, вот, трехопол сказал еще одну вещь, вспомнила. Вы знаете, да, что во всех национальностях всегда приветствовалось, чтобы женщина выходила замок национальностях. Да? Где стремятся? Это к вопросу о связях случайных, там, и прочих, да, или случайных. Дело в том, что вот эта вот наша флора, которая есть в организме, да, одна из ее разновидностей это трехополамоны. Они тоже у нас в организме живут на самом деле. Вот, и очень большое значение для нас имеет. Так вот, женщина, у которой было много половых партнеров, что там происходит? То есть вот флора вот этого мужчины соединяется с ее, следующего мужчины с ее, и вот это вот множество флор может вызывать агрессию. Одна из причин бесплодия, почему проститутки бесплодные, например, бывают, да, именно из-за того, что вот эти вот множества флор, они друг против друга антитела начинают продуцировать, да, и на этом фоне может тоже развиваться бесплодие. Женщину, которая в принципе нормально предохранялась, и все, то есть множество флор. Поэтому все-таки перед тем, как ребенка одного завести, лучше, чтобы половых партнеров было поменьше. Понятно? Конечно, это не значит, что все должны выходить замуж девственницами, да, но все-таки если вот был мужчина, чтобы их не десяток, а вот лучше один или хотя бы два. Ну, не больше. Не, вот вы смеетесь, да, с этими вот нравами свободы, любви, когда вот сходить налево, это вроде как, вы знаете, сигарету выкурить, или что-то еще нишки у нас, и курят, и прочее, да, это уж действительно над этим начинаешь заносить. Ну, как здоровых, наверное, все хотят, да, кто хочет здоровых, детей, внуков руки поднимите, поэтому воспринимайте, это нормально. И, кстати, так, камеру можно выключить? И вот сейчас мы с вами поговорим о том, чего тоже сейчас очень много стало, и хотя всегда эти заболевания считались болезнью монашек, да, то есть женщин, которые не живут половой жизнью, не живут половой жизнью, но мы на сегодняшний день этих заболеваний имеем очень много. Это эндометриоз и фиброма. Фибромиома матки. Эндометриоз и фибромиома матки. Но, кстати, вот то, что насчет болезни монашек, на самом деле, да, нормальная половая жизнь должна быть для женщины, но хотя бы 2-3 раза в неделю. Понимаете? Да, смотри. Вот урологи, мужчины мне обычно говорят, до 90. А что вы смеетесь? Да, 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 да. А если уже нельзя? Да, мы поэтому рассчитывались. Нет, ну она сказала бы, скольки, можно и пустить тебя просто, но желательно хотя бы до 90. Вот вы смеетесь, а у меня есть пара в Свердловске, да, ей 62 года, а ему 70. У нее 3 раза в неделю, как часы. Другая пришла женщина, да, ей 69 лет, ему 73, он спать без этого не может. Вот, нормальные люди, понимаете? А у нас 52 года, ни у него не шевелится, ни у нее желание нет, да, это же не дело. И получается, где проблема? Так, кто-то уже постоянно у нас участвует? Все, пошли, пошли, пошли. И поэтому, вот эти заболевания все-таки чаще возникают, почему я об этом заговорила, на ненормальной половой жизни. Дело в том, что сперматозоиды, да, дают женщинам вот тот компонент, вот продукт их разрушения, они же попадают в облагалище, да, они там разрушаются, и они дают вот тот сын, вот это вот все, что нам нужно для наших нормонов. И именно вот это вот вещество, которое они нам дают, вот это вот субстанция, вот этот вот компонент, они идут нам, как бы, для профилактики вот этих заболеваний. Так что он уже сможет пылинки сдувать, и чтоб голова не болела. Он лечит нас. А вы видите, как относится. Вот. А если презинокранический презерватив, это же не считается? Да, это уже не совсем порядок, но тут есть еще один важный момент. Если с презервативом есть еще один фактор, потому что кто-то сейчас может сказать, а у меня мужа уже 10 лет нет, а на улице будете свиснуть, я не могу. Кто-то может же так сказать, правильно? Что делать в таком случае? Оказывается, когда вот это идет сокращение матки оргазм, в этот момент тоже выбрасываются вещества, которые стимулируют нормальный гормональный флор. Поэтому даже в презервативе это нормально. Причем не только в презервативе, а в том случае, когда у женщин, когда опять выключают на вас. Если нет совсем мужчины, то даже показано мастурбацией. Понятно, о чем я говорю, да? То есть для этой же цели. Но что делать, если действительно нет мужика? И не все женщины могут пойти, свистнуть, да, если любым пойти в постель. Это тоже, в общем, нужно определенной психологии иметь. С кем попало, не пойдешь, а любовь на каждом шагу не стечается. Поэтому здесь вот именно должен быть оргазм. Ну, фильм посмотреть там или что-то, но все равно вот это должно происходить. Желательно. Вот у женщин, которая живет половой жизнью, для нее оргазм не обязательно, потому что очень многие женщины оргазм не используют. Это, к сожалению, реалия нашей жизни. Но то, что она живет, это уже ей помогает. Если у нее нет половой жизни, то хотя бы тогда искусственный оргазм. Это тоже действует. «О чем мы с вами говорили?» Я надеюсь, что на меня так губки поджали. Некоторые смотрят, говорят, «О чем вы тут вообще, фридарки?» Говорите. Никто не осуждает людей, да? У нас просто в Казани был очень такой профессор, старенький, 82 года, вот он собирал так женщин, закрывал все двери, да? И говорил, девочки, надо жить половой жизнью, если хотите быть здоровой, если ему уже нет, найдите мужчину. Понимаете? Прямо для девочек специальных таблицей. И в общем, он прав. Он был очень умным, очень старым, и очень опытным. И так, фибромиомы и эндометриоз. На сегодняшний день, да? Ну, может быть, кто-то из гинекологов со мной не согласился, но из того, что вот я вижу, да, из того, что сейчас вот идет на этих гинекологических конгрессах и так далее, идут все-таки как физиологическое состояние женщин. В том числе и фибромиомы. Эндометриоз уже к этому состоянию причислили официально. То есть эндометриоз, что такое эндометриоз? Это когда вот, если смотреть на нашу матку, да? Вот это вот полость матки. Но она не такая, конечно, она просто полосочка. Вот это шейка матки. И эндометриоз, это когда вот внутренняя поверхность матки увеличивается в размерах. То есть вот в норме она должна быть 3 мм. Вот эта внутренняя поверхность. Она может увеличиться до 7, до 12 мм, до 15 мм. Но она может так увеличиваться перед месячными. Понимаете? Если вы перед месячными сделали УЗИ, да, и вам говорят, о, у вас эндометриоз, у вас эндометрии 12-15 мм, это норма. Вот. И эндометриоз, даже если вот это вот все увеличено, но у женщины регулярные, безболезненные, необильные, месячные, если даже эндометрии 20 мм, такого, конечно, не бывает, но месячные, безболезненные и необильные, эндометриоза нет. Это физиологическое состояние. Понятно? Эндометриоз ставится в том случае, если месячные, болезненные, если очень много идет крови, если очень долго, до и послемесячных маржин. Понятно? Но основной признак эндометриоза это сильнейший болезненный. Поэтому, если у вас этого нет, а эндометриоз вам ставят, сделайте ручкой, у вас его нет. Понятно? Поднимите руки, у кого поставили, а нет. Кто сейчас пришел к выводу, что у него нет. Правильно? Все. И успокойтесь. А в 60 лет? Что в 60 лет? Вот эндометриоз. Так, сейчас о вас поговорим. Что такое фибромиома? Фибромиома – это когда появляются узлы в матке. Они могут появиться вот здесь, прямо вот около, вот это вот, около внутренней поверхности. Они могут появиться вот здесь. Здесь у нас, так называемый, субсирозный, вот здесь вот матку закрывает брюшина. Они могут появиться вот здесь, внутри, в самом теле матки. Вот самые плохие узлы, которые находятся вот здесь. То есть, связаны с внутренней поверхностью. Почему? Потому что во время месячных они провоцируют кровотечение. И вот когда идет кровотечение, кровотечение женщин начинает изнурять. А как только у женщины снижается гемоглобин, ухудшается кровотворение, возникает опасность опухоли. Понятно? Еще один признак того, что в организме женщины есть миома, даже маленькая или что-то, у миомы есть дурная привычка, она съедает из организма все железо. И поэтому, если у женщины даже не обильные месячные, у нее гемоглобин снижается просто из-за того, что есть миома. Понимаете? Поэтому вот эти миомы оперировать не обязательно. Каких бы размеров они ни были, они для организма сильно не вредят. Вот эта миома, которая вот субмукозная она называется, если она вызывает обильные месячные, да, тогда можно поставить вопрос об операции. Если она обильные месячные не вызывает, не надо ставить вопрос об операции. Понятно? У миомы есть одна интересная особенность. Она сама по себе может рассамкиваться после наступления климакса. Сама по себе. Вот это и говорит о том, что это все-таки физиологическое состояние. И поэтому вот, например, женщине 50 лет, ей ставят миому, да, нормальный климакс начинается в 52 года. Но 2 года может и жить, правильно? Для того, чтобы не переродилась, есть наши препараты, которые не дадут ей переродиться. Операция идет в двух случаях. Если идут очень обильные изнурительные кровотечения, и вы не можете их остановить в течение 3 месяцев препаратами теньши, мы сейчас с вами поговорим, как это можно сделать на самом деле, вот, и в тех случаях, когда она очень быстро растет. То есть, предположим, вот в этом месяце было 7 недель, да, через месяц стало 9 недель, через 2 месяца стало 12 недель, да, 4 месяца прошло, и она за эти 4 месяца увеличилась почти 2, тогда лучше прооперировать. Но это еще нюанс. Дело в том, что по канонам тибетской медицины матка является энергетическим центром женщины, и поэтому ее отрезать нельзя. У меня был всего один случай явный такой, когда вот женщина это ощутила. Обычно женщины как-то более-менее спокойно воспринимают то, что у них матку убрали, да, но как спокойно воспринимают. Наша женщина, по-моему, ей все отрежь, и она будет спокойно воспринимать, да. Но ни одна нормальная женщина так не живет, как мы с вами. Давайте посмотрим. Мири, да. Вот эти идет по улице две женщины, да, одна с дамской сумочкой, а другая с хозяйственной. Кто из них францужен, как кто русская? У нас в норме женщина, у нее сумка побольше, чтобы все поместилось. Чуть ли еще не килограмм картошки, правильно? Вот это сразу видно. И те условия, в которых мы с вами живем, но вот за 50 долларов ни одна француженка работать не будет. Или американка, она из дома не выйдет. Сколько из вас работают за эти 50 долларов, да? За 100 долларов. Они за 100 долларов не будут работать. Значит, только каждый день платить. Я хотя бы раз не вижу 100 долларов. Вот поэтому вот этот случай был. Женщина ко мне пришла, у нее убрали матку, ей было все плохо. Вот она говорит, прооперировали, у меня все болит. Мне плохо, я говорит, не знаю, мне плохо и все. То есть это вот четко она почувствовала, вот это вот снижение биоэнергетики. У большинства это тоже происходит. Но мы же, нам сначала мужа, детей, все остальное, а потом уже как бы сама на заднем плане. И вот это изменит свое состояние. Женщина просто не фиксирует, да? А старость там, да? Какая старость? Покажите мне старую женщину, которая 60. Это не старая женщина. Старая это после 90. И то еще вопрос. После 60 это просто женщина среднего возраста. Да? Но после 80 это пожилая, да? А вот там после 90 может быть. Ну, может после 100. Старая. Вы посмотрите вот на своих 60-летних, да? Ну вот кого? Так, вы не против, если я вот попрошу 60-летних стать? Ничего, что я возраст, да? Вот ее можно назвать вообще старой? Посмотрите. Вот кому-то снижение, у кого-то снижение, да? Снижение. Снижение. Снижение среднего возраста, который я просто язык не поворачивается назвать, да? Вот именно поэтому это не старость. И когда женщина себя плохо чувствует, наверное, я уже старая, да? Это просто потому, что вот у нее этот энергетический центр подорван. Поэтому матку надо стараться. Да, я понимаю, что это кусок мяса, что рожать больше не будешь, и все такое, да? Но это мой, мой кусок мяса. Правда? Мне вот его дали, хочу, чтоб был. С ним родилась, ну, по-моему. Поэтому надо стараться сделать так, чтобы вот это вот сохранить. Это не просто для нас кусок мяса. Это для нас очень важное место. Но если очень быстро растет, да? Или если обильный месячный, если действительно изнуряет организм, да? Тогда, конечно, это убрать надо. К сожалению, вот там придется, да? Но тоже хотя бы три месяца надо побороться. Три месяца. Если все-таки ухудшение идет через три месяца, тогда уже не надо бороться. Итак, эндометриоз, если есть обильные, да? И болезненные месячные, то это считается заболеванием. Фибромиома, если есть кровосечение, если очень быстро растет, тогда мы тоже это будем считать плохо, да? И тогда тоже согласимся на операцию. Вот. Но и то, и другое, какое бы оно ни было, в 60-е или где, все равно нуждается в коллекции. Почему-то это же выросло, правильно? И раз оно выросло, это не очень хорошо. И почему эндометриоз всегда относились вот так вот серьезно? Потому что это все-таки была плюс тканет. Еще одно заболевание, не заболевание, а состояние, которое называется дисплазия шейки матки. Сейчас этого тоже очень много. То есть это клеточки шейки матки, вот в этом месте, они изменяют свою структуру. И дисплазия у нас бывает в нескольких степенях. Первый, второй, третий, четвертый. То есть когда клеточки там вот так, чуть-чуть измененные, побольше и так далее. Это не трагедия, что все умирать надо. Это не рак, это дисплазия. И это, скажем так, доброкачественные. Все вот эти вот вещи, да, это относится к доброкачественным опухолям. И поэтому мы сейчас с вами будем это говорить именно о том, как вот доброкачественные опухоли, возникающие на фоне измененного, неправильного гормонального отбора. Вот с этой точки зрения мы их и рассмотрим. Если у женщины идут кровотечения, да, обильные, месячные, мажут и вас всю кровит, значит, во время вот этих вот месячных, и вы знаете, что они у вас обильные, вот они у вас завтра должны начаться, сегодня с вечера вы выпиваете две капсулы хитозана. И во время месячных по две капсулы хитозана три раза в день. Если месячные идут прям не месячные, а кровотечения, каждые три часа по капсуле хитозана, до шести капсул, до восьми капсул, вот каждые три часа пейте, это три-четыре дня. Что я вам хочу сказать, да, на хитозане месячные станут короче, и будут не такие обильные. Имейте это в виду. У меня женщина как-то пришла, да, пришла к нам в теньши, я ее вот это назначила, обильные месячные болезни пожизненно были, представляете? А у нее там давление, все, я ей назначила чай, хитозан, предупредила, что чай не он живет. Она говорит, да, на хитозане я никогда не знала, что месячные могут быть только четыре дня и не болеть. Представляете, человек прожил до сорока четырех лет и не знал, что оказывается может не болеть, не лить и быть всего четыре дня. Вот несчастное происходило, да? И таких, к сожалению, много. Мы очень часто вот это вот все считаем нормой жизни, да, что что угодно поел, появилась и жога, да, что утром встаешь, болит спина, да, или что постоянно болят ноги, или постоянно болит голова. Мы так привыкаем к тому, что плохо, что не знаю, что бывает по-другому. Вот то же самое и с месячными. Поэтому хитозан великолепно. Плюс обязательно вот в этот период пакетик кальция на ночь. Общего биокальция. Вообще-то наш кальций женский, биокальций. Родной, он на все проблемы снимает. Это во время месячных. Месячные прекратились. Вот они вчера прекратились. Сегодня ничего не мажет. Распрекрасно. Завтра начинаем нормализовать гормональный фон. Чай. Двойная целлюлоза. Кардиоцеркс кальций. Почему двойная целлюлоза? Вот я вам говорила, да, что у нас организм большой чудак. Вот одно из его чудачеств, очень интересное чудачество. У нас половые железы вырабатывают женские гормоны. Потом выкидывают их в просвет кишечника. И потом организм их оттуда сколько надо всасывает. Кто об этом не знал, понимаете? Иначе как идиотом его не назовешь, правда? Потому что наш кишечник после того, что мы едим, после всех этих антибиотиков и прочих, на что это похоже, да? И что пул-то оттуда может всасываться. И что оттуда не всасывается. Вот то же самое происходит с нами. И поэтому при нормальной функции половых желез, мы имеем все проблемы нехватки половых гормонов. Парадокс, но факт. И двойная целлюлоза нам нужна именно для того, чтобы здесь нормализовать, и чтобы вот эти гормоны, которые выбрасываются в кишечек, нормально всасывались обратно. Антилипидный чай нам нужен для того, чтобы регулировать функцию щитовидной железы, потому что очень многие проблемы идут именно на недостаточные, или наоборот усиленные функции щитовидной железы. В том числе фибромиом и эндолитроз. Это не лады щитовидной железой. Косвенные, прямые, но это не лады с гормонами щитовидной железы. Поэтому чай щитовидку регулируем, двойной цивилозой эстергеной регулируем, кардицепсом кого регулируем? На двуочечники, мы уже с вами говорили, они влияют на половые, и кальцием опять-таки женские. Все, 50 дней, почему? Потому что здесь мы регулируем гормональный фон с одной стороны, а с другой стороны, что такое наш кардицепс? Противоопухолевый, да? Он стимулирует телемфоциты противоопухолевые. А у нас это все идет из разряда доброкачественных опухолей. Чего молчим? Грамотные вы мои. Немножко давайте будет, чтобы была обратная связь. Итак, 50 дней вот это вот все принимаем. Второй этап идет, так как нам нужно нормализовать гормональный фон. Да, чай продолжаем. Кардицепс продолжаем, если это эндометриот или миомы. Если это дисплазия, начинаем пить икан. Икан, вы помните, по китайским наработкам, да, это проблема шейки маски. Хорошо снимаем. Икан, цинк и кальций. Еще три месяца. Через шесть месяцев делаем УЗИ. Если миома не растет, не меняется, месячный нормальный, все в принципе хорошо. И гемоглобинчик тоже ничего. Кстати, если гемоглобин низкий, вместо биокальция пьем детский кальций. Имейте в виду. И еще, когда у нас есть проблемы с женскими гормонами, на биокальций деньги не жалейте. Чем больше мы пьем биокальций, тем эффективнее. Шесть месяцев пропили, на УЗИ сходили, ничего не изменилось или уменьшилось. Сейчас оставляем все в покое. Не надо стараться, чтобы миома, вот обязательно вся рассосалась. Может рассосаться, но не факт. Главное, чтобы жить не мешало. Поднимите руки, у кого есть на теле родинки. Поднимите руки, кто считает, что он от этой родинки умрет. Она есть родинка? Есть. Она нам жить мешает? Нет. Да, может быть, у кого на лице неприятно, да? Но жить же не мешает. Оставьте в покое эту фибромиолу. Уживет. Родинка наматки. Представили? Все. Оставьте. Когда будет климак, сама рассосется, уйдет и все прочее. Или там закатернется, но ничего нести не будет. Поэтому ждать, что вот она полностью рассосется, она может рассосаться позже. Через полгода. Понимаете? Поэтому 6 месяцев пропили и 2 раза в год пьем канли, кальций, кардицепс и цирк. 2 раза в год. По месяцу. Просто для того, чтобы эта ерунда у нас ни во что не перерождалась, а чтобы мы ее спокойно пережили и так далее. Понятно? Канли, кальций, цирк, кардицепс. Два раза в год по месяцу. Нормально? По деньгам потянет, да? Это не каждый день постоянно. И оставьте ее в покое. Все. Если она не растет, если она не мешает жить, понимаете? Ну, есть, есть, родинка, ну что делать? Относитесь к этому спокойно. Это с дисплазией. То же самое. Не надо делать трагедию, ах, у меня ракшейки матки. Пришла ко мне женщина, мне, у меня рак шейки матки. Начала смотреть дисплазию. Кто вам сказал? Ну, мне сказали, что это рак шейки. Успокойтесь, нет у вас рака. Одно слово, рак кого угодно убьет, правильно? Сегодня у меня пришла женщина, говорит, у мужа четвертая степень рака, при нем. Я чуть со стула на упала. Я не знаю, что он там про себя думает. Внешнего мужика, конечно, сильно. Но лучше не знать. А когда еще все время это подчеркивать, нет у нас никаких раков в родинке у нас. Договорились? Все. В глокалище кандидоз мы только что об этом с вами говорили. Кандиды это такие же простейшие, как хламидия и все прочие. И они тоже возникают вот именно после антибиотиков, после всего этого, когда нарушится бензиноз. И то же самое. Но вот раз мы заговорили о глокалище, есть одна очень хорошая вещь, которую сочиняем дистрибьюторами. Это мазь, которую мы называем мазь теньшей. Знаете, да? Берем детский крем, на котором нарисована лисичка. Знаете? Такой есть детский крем, на него нарисована лисичка. Это детский крем с бурой. Не знаю, почему этот крем лучше всех получается. Добавляем к нему три капсулы хитозана. То есть берете этот детский крем, выдавливаете в любую баночку от крема. Вот баночку у вас от крема, чистая, сухая баночка. Выдавили, высыпали туда три капсулы хитозана, три капсулы кардицепса, хорошенько перемешали. И вот эту ерунду там под и в глокалище. Два раза в день. Утром и после полового автора вечера. Мы с вами договорились, что мы это дело делаем почаще. Да? Очень хорошо перед тем, как это сделать, проспринцеваться антилипидным чаем. Особенно у кого сильный зуб и все прочее. Прекрасно. То есть пакет на стакан заварили, минут 10 постояли, вот этим свеженьким. Хорошо, но может и не свежим. То есть из этого витра тоже. Проспринцеваться, это хотя бы раз. Но это элементарно. Грушу, да, вот встали там и это, знаете, как делать, да? А сухость есть? Если сухость, то тоже вот эта вот вещь очень хорошо помогает, кстати. Хотя сухость связана с гормоном. Не вот у кого сухость идет. Это аатратический кальпит называется. Там нужен вейкан. Большинство назначают авистин в таких случаях. Вейкан, и у нас сейчас есть канли. Вот канли это великолепная вещь, которые все эти дифостомы, авистины и все прочее очень хорошо заменяют. Внутренним применением? Внутренним применением. Внутренним, естественно. А вы куда хотите? А не перестуются. Сюда не надо. Внутрь надо. У нас сухость там, потому что здесь не в порядке, понимаете? Как в одном стакане. Так, и раз уж об этом заговорили, есть еще одна проблема, из-за чего очень многие женщины не хотят жить половой жизнью после 45 лет. Это повышенная сухость влагалища. Это тоже связано с недостатком гормонов. И в таких случаях существуют такие интим-бальзамы, они называются, да? Понятно, что это такое? Да. Это специальные бальзамы, которые вводятся во влагалище, то есть смазывают. И пока у вас все нормализуется, вы начали пить вейканы, канли, у вас уже начнет нормализоваться. Но пока это нормализуется, вот пользоваться можно вот этим интим-бальзамом. Самый лучший интим-бальзам, который я вот знаю по России, это бальзам из первого Миралюкс, Миралюкса называется. Миралюкса. Так, у нас здесь никто Миралюкс не занимается? Нет. Так, принесите мне Миралюксу, пожалуйста, где сама Юлия? Не знаю, что будет сделано. И всем покажем заодно. Прямо интересно. Миралюкса. Миралюкса. У нас вот хорошая российская компания, Миралюкс мне очень нравится, вот у них достаточно хорошие вещи для нарушения. Вот видите, вот эта компания, ну вот именно у них добавки слабенькие, пеншотские, конечно, сильнее, но вот крема у них и мази у них достаточно неплохие. Миралюкса, так и называется. Миралюкса. Миралюкса, да. У них есть Миралюкс для мужчин, и есть Миралюкса. Ну вот Миралюкс, там это, пожалуйста, как угодно, но Миралюкса для женщин, в общем-то, полезный. А вы просили еще про масло ослиника на поле? Ослиника. Да, масло ослиника на поле. Так, сейчас скажу про масло ослиника. Так, вот канли. Почему я заговорила о канли? Мы с этим разобрались, понятно, да? Да. Все. Есть вот эта вот проблема, значит, два раза в год, да, и держим как родилку. Не растет, не изменяется, ничего, пусть живет. С родин как столет помрет, ничего с нами не будет, правильно? Пожалуйста, перешли. Так, канли является прогормоном, женских гормонов. Поднимите руки, кому непонятно слово прогормон. Вот такие все грамотные. Ну, я не понимаю. Ой, слабо. А что ж не поднимаете? Не буду рассказывать. Кто не знает, что такое прогормоны? Все поднимите. Все поднимите. Есть следует. Дело в том, что у нас есть вот провитамин А, каротин. Слышали, да? Он есть в морковке. Кушаем морковку, да, получаем витамин А, организм сам синтезирует из каротина. Вот то же самое относится к прогормонам. Мы с вами кушаем кардицепс, надпочники из кардицепса синтезируют гормоны надпочников. Не только стероиды. Вот у нас гормоны надпочников гидрокортизон, но кардицепс участвует в синтезе и норадреналина, и адреналина. Вот именно поэтому и тонус повышается, лучше становится. Это не значит, что от кардицепса становится учащение сердца, вот как адреналина. Организм сколько надо, столько и синтезирует. Лишнее он не сделает, поверьте. Вот то же самое канли. Канли являются прогормоном, женских гормонов, эстрогенов. То есть из канли организм синтезирует столько женских гормонов, сколько надо. У меня как-то на лекции задали вопрос. Фаритара, Ирина, а вот нам гинекологи сказали, что после 60 лет женские гормоны нельзя, потому что они не вырабатываются. Чувствуете, да? И что типа нельзя. Я говорю, ну конечно, у нас женщины и мужчины после 60 лет уже ничем не отличишь, да? Все среднего рода. Все вырабатывается. До самой смерти, на самом деле. И поэтому тот канли, который мы принимаем, вот он сколько для этой женщины надо, столько и синтезирует. Что-то я не вижу ни одну бабушку с бородой и ни одного дедушки без, правильно? Все равно отличается. За счет чего? У них же ничего не это самое, да, немножко идет атрофия каких-то половых органов, да? Но тем не менее можно понять, что это женщина, а это мужчина. Согласен с тобой? Даже очень, правда? Все как надо и все везде. А если женских гормонов много, то перебор? В любом случае, вот что значит перебор? Ну, врачи-то... Усы и дуракаты. Что женских гормонов перебор? Стречка много. Ага. А у женщины у этой что не в порядке? Ну, например, скажите. Тоже фибромиома. Ну, там, в принципе, иначе вы практически уже не едете. Все отрезали. Вот вам как раз тот пример, когда перебор, да? Перебор-то у нее идет в выработке, выкидывается в кишечник, и по-хорошему у нее идет недобор. Понятно, да? Дело в том, что если у вас идет перебор, то у Канли просто организм не будет из него синтезировать женские гормоны. Но у Канли есть еще одно хорошее сходство. Он обладает противоопухлевым. А у этой женщины все вырезали. Значит, у нее сбой по противоопухлевой системе идет. И поэтому Канли нужен и женщинам, и мужчинам. Вот у мужчин, да? Аденома, предстательность железы, начинает именно расти за счет того, что женских гормонов не хватает. У него уже тоже идет уже меньше выработка и женских, и мужских. Так же, как и у нас, понимаете? И поэтому мужчинам Канли тоже нужен, мы будем об этом обсуждать и говорить, а женщинам кровь из носа. Как часто, если вот в норме после 35 лет один раз в год, после 35 лет до 40 один раз в год просто для профилактики, но Канли обязательно пить с кальцием. Обязательно. Один Канли, он повеет, если он может с кальцием. Это так же, как кардицепси, да, пьется с кальцием. Кардицепс без кальцием работает, смотрите, намного. После 40 два раза в год по месяцу в норме пить просто. То есть вот кто еще не пил, идите покупайте и пейте. Всем нам надо. Это мне сказали, вы сказали девочкам после 40, а если 60 лет? Ну, 60 лет, это как бы после 40, да, а не до. Согласны? И поэтому, сколько бы девочке лет не было, 90, 95, 100, она все равно после 40, правильно? И ей уже нужно два раза в год его пить. А до 35 лет? До 35 лет, если никаких проблем нет, все распрекрасно, можете не пить. А мастопатия проблема? Ну, если, да, мастопатия, раз, эндометриоз, фибромиома, да, вот в таких случаях в Камбе подряд 3 месяца пьется. Значит, да. И это кроме вот этой вот схемы, которую мы имеем в виду. И вот тут еще один нюанс. Дело в том, что эндометриоз 35 лет, вот это уже немножко проблема. Потому что, если вот в 50, у нас тут немножко до климакса осталось, и мы можем подождать, да, особенно если обильные месячные и все прочее, да, то в 35 лет, как бы, очень долго еще осталось. А эндометриоз, это проблема, которая, если это настоящий эндометриоз, вот мы об этом с вами не сказали, это очень серьезная проблема в том плане, что она мучает женщину, и эндометриоз вот за 6 месяцев не проходит обычно. И поэтому вот эта схема, которую мы принимаем, при эндометриозе это должно быть минимум год. Потому что через 6 месяцев при эндометриозе могут остаться боли и обильные месячные. При миоме обычно не остается. При эндометриозе, молодом эндометриозе могут. И в таких случаях нужно вот где-то около года. Эндометриоз, вот сегодня стоял вопрос о кистах, да, эндометриоз часто проявляется кистами, причем эти кисты могут быть яичники, эти кисты могут быть матки. Эти кисты могут быть в молочной железе. Вот кисты в молочной железе могут быть связаны напрямую с эндометриозом. У меня был случай, где был эндометриоз брюшины. То есть там было все вырезано, эндометриоз пошел на брюшину. То есть что такое эндометриоз брюшины или молочной железы? Это клеточки вот эти вот появляются в других местах, понимаете? Клетки внутренней поверхности матки. И поэтому здесь нужно подольше, потому что киста обладает по данным свойствам. Когда она большая, она может лопнуть, ее содержимое вылиться, понимаете, и отсюда инфекция, перитониты, в общем, все что угодно может быть. Поэтому вот желательно избавиться. Очень хорошо на кисты действуют кардицепс, поэтому при эндометриозе кардицепс и холикан очень долго надо пить. А полипы? Полипы это тоже плюс, ткань, это доброе качество. Да, кстати, вот сейчас у очень многих, вы сказали о полипах, еще одна вещь, сейчас у очень многих находят мелкие такие кисточки на шейке матки. Даже не очень многих, практически у всех. Вот эти мелкие кисточки на шейке матки, да, это косвенные признаки того, что у женщины есть граньевелы, клепсиелы и прочие. Это они вокруг себя продуцируют вот эти вот кисточки. Что будем делать? Грамотные мои, что будем делать? Нормализовать биоциноз. С чего мы с вами начали, да? Что такое активные клепсиелы и прочие, да, это ненормальный биоциноз. Чего будем делать? Чай? Чай. Своя циррелоза, кальций, кардицепс, потому что они активные. Поэтому если вот такие кисточки есть, все это косвенный признак, что у вас эта инфекция находится в состоянии агрессии. Активная. 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 И нагрузки по работе, да. Но в принципе сейчас это уже даже и не у этой категории очень многих женщин. Дряблость мышечной стенки, нам же кальция не хватает, мышцы дряблые, связки дряблые, и все это опускается. Поэтому кальций и цинк для того, чтобы укрепить мышечно-связочный аппарат в малом дозу. И помного. И у меня вот есть случаи, когда вот именно вот эти вот, не то что опущение матки ушло, а что вот у этих женщин это недержание мочи прикосило. Еще, если вам ставят диагноз опущения матки, да, а недержания мочи нету, ничего нету, и матка из локалища не вымаливается, пейте кальций и цинк на операцию и соглашайтесь. И вообще старайтесь лишний раз не оперироваться. А если много оперировано, то уже женщина вообще, что рекомендовать? Чем оперировано? Ну вот все вырезали. Канли, а тут уже не имеет значения оперирована или не оперирована. Но у нее кроме этих органов еще целая куча, которые от женских же гормонов зависят. Поэтому все равно все это нужно женщине, оперировано тем более. А у оперированной еще биоэнергетикой не в порядке, поэтому ей и цинк нужен для биоэнергетики, ей кордицепс нужен для биоэнергетики, ей кальций нужен для биоэнергетики. Сейчас примущество, когда не нить вшиваю. Да, да, да. Что мы можем сделать? Когда мы сейчас нить делаем операцию, нужно ли это делать? В смысле, вы имеете в виду при недержании мочи? Да, да, да. Вот попробуйте кальций с цинком, вообще запомните для себя все. Вот операции это крайне мере. Понимаете? Есть возможность постараться без операции? Постарайтесь. Потому что операция вредна уже начиная с наркоза, понимаете? Еще до операции не дошли, уже организм начали кровить. И даже если это не наркоз, наркоз имеется в виду общая анестезия, а там спинномозговая. Это тоже не сахар. Вы знаете, у меня сейчас пришла женщина, которая под спинномозговой анестезией сделала операцию, да? И у нее отказали ноги. Причем не сразу. А в течение года. Многие не работают. Вроде все нормально сделают. Но где-то вот малейшее анатомическое отклонение, понимаете, вот лично у вас. А мы же все разные, правда? Где гарантии, что куда-нибудь не у меня будет? Чего мы будем сами себя подвергать опасности? А здесь мы хоть тонну съедим, ничего не будет. Поэтому всегда вот хотя бы 3-5 месяцев, да, надо попытаться вот так, да? А если уж не получится, тогда уж на операцию. Тем более, что вот это вот, как бы мы ни пили, это все равно дешевле любой операции. Согласны? Потому что, посмотрите, у нас же сейчас бесплатно, но практически нет операции. И не говоря уж даже о стоимости денежной операции, да? А для организма сколько будет стоить операции? Есть еще очень важный момент, сколько это будет стоить для нас. А нам второй организм никто не даст. Может быть, у кого-то есть где? Я тоже скажу в очередь там. Нету, к сожалению. Да, конечно, что же надо с этими полипами делать? Так, полипами то же самое. Это гормональная опухоль, да. Все вот, что у нас, проблемы женские идут, это чаще всего это гормонально зависимый женский опухоль. Поэтому все это на пляже вот этой схемочкой. Не убирайте. Если совсем не уйдут, жить мешают, кровотечение можете убрать. Если жить не мешают, то живут. Родинка. Ой, нематочная. Вот мы опять к беременности пришли. Нематочная беременность, это когда у нас, если смотреть матку, вот здесь вот у нас... Вот здесь у нас трубы. Вот так вот трубы, они вот так вот открываются, и вот здесь яичники. Ну, понятно, да? С обоих сторон так. Нематочная, это когда вот у нас здесь вот такие есть фибры, бахромка. И яйцеклетка, чтобы попасть в трубу, да, она вот этими вот бахромками захватывается, и вот мышечные сокращения трубы эту яйцеклетку двигают в матку. Если что-нибудь здесь не в порядке, то есть, например, спаечка, или воспалительный процесс, или что-то, диаметр вот этой трубы составляет 1-2 миллиметра. Представляете? И малейший воспалительный процесс, оно склеивается, и дальше не проходит. Яйцеклетка здесь застревает, начинается здесь беременность, труба не выдержит, разрывается, и мы имеем нематочную трубную, чаще всего трубную. Может быть, нематочная где-то вот здесь вот. Но это очень редко бывает, то есть, в брюшной полости. Там просто ей прикрепиться негде, яйцеклетки, она может там на брюшину прикрепиться, и все, но это очень редкий случай. Вот любимое место, это вот все-таки где-то в трубе. Вот в этот уголок может прикрепиться, здесь тоже нельзя развиваться. То есть, яйцеклетка должна вот сюда прийти, прикрепиться где-то в матке. Когда она не доходит, формируется, вниматочная беременность, и, к сожалению, при этой операции убирают весь этот участок, потому что труба разорвана, деваться некуда. И вот, кстати, там вопрос, который был, именно как рассасывать эти спайки. Дело в том, что когда вот этот один миллиметр непроходим, один-два миллиметра непроходимы, очень тяжело сделать их проходимыми. Есть процедура, которая называется бордувальный труб, но сама процедура достаточно болезненная. Если женщина сразу после процедуры не забеременится, спайки могут опять образоваться. Но у нашего хитозама есть особенность, он спайки помогают рассосать. Поэтому здесь, вот просто мы здесь уже хитозам добавляем, в той схеме, о которой мы говорили, мы добавляем хитозам. И вот если есть хороший спайочный процесс, спайки могут быть вот здесь вокруг, да, а не перекручивать трубу. То есть просвет самой трубы проходим, но она перекручена, спайки ее выкручивают. В таких случаях, когда мы начинаем хитозам давать, и здесь спайки становятся мягче, труба может прийти в свое нормальное положение, и беременность возможна. Если идет полностью непроходимость труб, то есть проверили, трубы непроходимы, сейчас есть операция, при которой проходимость труб восстанавливалась. На эту операцию можно пойти через 3 месяца. Вот пропили 3 месяца, но ничего не получается, можете пойти на эту операцию. Потому что при непроходимости труб, как ни лечить бесплодие, все равно не пройдет, не получится. Вот. На эту операцию можно пойти, но сразу после операции, уже во время, вот только вылезть, сразу пить хитозам, 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 потому что могут образоваться спайки, склеиться, и начинать уже схему быстрее заберемить. Пока все это не слепло с аппаратом. Проходимость труб восстанавливается в центре планированной семьи, а кому нужно, они знают. Просто обратитесь туда, вам скажут. Так, еще одно насчет климакса. Да, у нас с вами 5 минут осталось. Значит, нормальный климакс должен начинаться, начинаться, а не заканчиваться, все два года. Если у кого-то началось раньше, это уже не нормально. И поэтому, если, например, 48 лет у женщин, женщина уже отмылась, это называется отмылась, да, месячных нет, она начинает принимать наши препараты, и они у нее пришли, это нормально. Это организм опять стал функционировать. Поэтому не надо пугаться, и думать, что все, у меня пришли вещи, которых не было 5 лет. Понятно, да? Значит, нормальный климакс должен проходить без приливов, приливов быть не должно. Кто знает, что такое приливы? Руки поднимите. Я вам сочетую. На самом деле, быть не должно. Это должно быть. И вы знаете, что интересно, когда я была в Бурятии, да, выступала там, была молодая, да, и гинекологи сказали, у нас, говорят, у бурятских женщин вообще не бывает климакса. Она имела в виду вот эти приливы, всех этих проблем, потому что они исконно едят мясо, очень много мяса, что такое мясо? Это кальций. Правильно? Они не знают, что такое приливы. Пожалуйста. И мы с вами, да? Которые знаем, что такое приливы. Вот поэтому, чтобы не было приливов, вот сейчас появился храный, вообще супер действует. У меня есть женщина, которая мучилась после операции, кстати, очень многих после операции вот такого вот тяжелого клинического там прооперировали, все, да, она говорит, у меня этих приливов, ну вот раз 60 за день было, говорит, и вообще все. У некоторых бывают такие, что вот они сознание теряют, понимаете? Тяжеленные. Когда это просто вот лицо полыхнуло, это ничего. А когда начинается сердцебиение, одышка, она там чуть ли не умирает с каждым приливом, вот это уже что-то страшно. Вот у нее было наподобие. У нее на канли и кальций через 2 недели то что? Через 2 недели. Вообще это вот она получилась ядская на самом деле. Вот поэтому, если вот такие вот проблемы уже начались, вы знаете, для чего мы с вами вообще канли будем пить после 40? Вот как раз, чтобы этого не было, вы поняли, да? А у кого это уже есть, значит, канли и кальций по 2 капсулы 2 раза в день, если очень сильно, но в принципе 1 капсулу 2 раза в день во время еды канли и кальция побольше, насколько можете по деньгам. Но как минимум пол пакетика, лучше по пакетику, лучше по 2 пакетика и долго, за 10 дней может не пройти. А вот хитрозам не обязательно. Чай обязательно, потому что климакс, он очень здорово нарушает кальтику, просто галландин, вот во время климакса почему давление повышается, это идет на просто галландин, как у вас воздействует. Так. Эти камни-то не есть, и вот не в шиплот, пока не надо. Ой, все-таки хотите, да? Так, вы знаете, вот про отмерший плот, вообще вопросы вы написали, или что оно прошло, потому что за 5 минут может с вами все не успеет. Я вам хочу рассказать про ослиник все-таки. Дело в том, что вот мы имеем 2 препарата, да, которые являются прогормонами, это кальций, на сегодняшний день, да, и камни. И сейчас нам китайцы дают третий препарат, который является прогормоном. Ну, для тех, кто это знает вообще, радуйтесь прогестеролу. Что такое прогестерол? Ну, для всех это наши больные спины. Представили? Больные спины. Вот прогестерол, это наша больная спина у большинства. Косвенное участие в этом еще прогестерол. А все остальное это гормональный фон опять. в Дагест. И вот масло ослиника это как раз прогестерол. Это прогармон прогестерола. Причем китайцы дали его перевод как прогестерола, что он регулирует уровень просто гландина. Но там, когда я смотрела его действия, то есть там не просто гландин, а именно идет вот здесь она прогестерол. Просто у нас китайцы всегда хорошо переводят для них, что просто гландин, что прогестерол. Какая разница, да? Вот, никакой абсолютно. А на самом деле вот масло ослиника это прогармон прогестерола. И отсюда у кого не в порядке пролактин, который регулируется прогестероном, у кого не в порядке гормоны гипофиза, у кого больная спина, и там еще попутно очень многие женские проблемы решают ослиника. Вот это наше. Называется масло ослиника или масло инотеры. Это новые капсулы, они сейчас сертификации, их пока нет, к сожалению, девочки. Так что завтра не долбайте склад, пока их нет. Они есть в Германии масло инотеры. На Украине? Первое время для нас все-таки большеватые. Вот все, что идет из Испании, это адаптировано к европейцам. И поэтому на испанском продукте, как написано на коробочке, так и можно. Это относится и к англии, и к трестопу, и к слиппингу, и к дигесту, и к масло инотеры, масло чесночное будет, потом масло там тоже будет очень хороший препарат, но много не буду рассказать, так еще походу. А? Моро да, экстракт диких, нет, муравьи, разве у нас тоже испанский продукт? Нет. Муравьи, это китайские, муравьи китайские, железо, вот эта кровь, это китайские. А масло грия? Жирогля, там тоже нет, испанское жирогля. Жирогля испанское. Да, все, единственное для жиров это во время еды. Все, спасибо за внимание. На все вопросы, которые я ответила, записывайте, будут в виде. Хорошо? Спасибо. Спасибо.